Вы решили приобрести умные часы? Вам понравился MS FitBip и вы еще пока сомневаетесь? Посмотрите мое видео и вы узнаете, что же может таиться подводных камней в этом устройстве. Первым недостатком дисплея MS FitBip можно считать не слишком высокое разрешение экрана. У конкурентов уже устанавливаются матрицы, где 240-320 пикселей в каждую сторону. Вот официальных каких-то данных по плотности пикселей я не нашел, но решил сам вывести. Известна диагональ 1,28 дюйма. Дисплей квадратный, соответственно можно найти ширину и высоту. Это 0,9 дюйма. Известно разрешение 176 на 176 пикселей. Получается, что на 0,9 дюйм приходится 176 пикселей. Можно отсюда найти плотность пикселей 194 ppi. Точек на 1 дюйм. К чему это все ведет? Что дисплей MS FitBip напоминает матрицы телефонов где-то 10 летней давности, когда еще можно было разглядеть пиксель. В принципе это не так уж и напрягает, но сейчас уже 21 век, 2018 год, и делают уже конкуренты более высокое разрешение матрицы. Вторым недостатком дисплея, по моему мнению, является малое количество поддерживаемых цветов. Точнее их всего 8. Если не вглядываться в дисплей, то можно даже не заметить того, что переходы между цветами полутона, они строятся по принципу перемешивания, как в старых газетах. Если сфотографировать крупно такой переход, то будет заметна пикселизация. Вообще поддерживается 8 цветов, черный, синий, зеленый, красный, голубой, пурпурный, желтый и белый. Возможно сделать пиксель прозрачным, полутонов не поддерживается, и это не очень хорошо. Третьим недостатком дисплея MS FitBip я считаю не очень широкие углы обзора. Дисплей напоминает дисплей сотовых телефонов где-то 10-летней давности, кнопочных, когда под острыми углами картинка вся инвертировалась. Здесь инвертируются в основном темные цвета, синий, черный, поэтому мне больше нравятся темы, где белые цифры на темном фоне. Но несмотря на все сказанное, я искренне считаю, что умные часы MS FitBip являются очень выгодным предложением на рынке. За 60 баксов, порядка 4000 рублей, вы не купите часы, которые будут считать вам шаги, пульс и обладать дисплеем, который позволит месяц работать без подзарядки, пока конкуренты еще близко не подобрались, в том числе даже фитнес-браслеты, у которых экран меньше. Поэтому перед покупкой советую посмотреть это видео, и если вас это не смущает, то что я сказал, то смело покупайте, рекомендую. Удачи!